Что такое рабочий день главы нашего города-курорта Железноводска? Во-первых, это ранний подъем внутренней процедуры в 7 часов уже на обвезде города. На автомобиле, пешком, там где ступени, или на велосипеде, одному или с заместителями или начальниками подразделения. Личное участие во обвезде города ускоряет решение вопросов в разы, потому что можно решить сразу тот или иной вопрос, принять необходимое решение для того, чтобы уже оперативные службы начали заниматься темным вопросом. И, конечно, на все смотришь хозяйским взглядом, относишься к городу как к своему, и хочется, чтобы он блестел, был всегда убран, был всегда уютным и гостеприимным. Кудыня Ланюк Собираю замов, начальников подразделений и проводим оперативное совещание на предмет текущей деятельности в каждый конкретный день. И анализируем вопросы, которые возникли в предыдущей неделе. Помогает быстро увидеть проблему, понять ее, дать необходимые поручения и немедленно приступить к решению вопросов, которые способствуют ускорению получения нужного результата. В 9 часов назначаются совещания в режиме видеоконференц-связи с правительством Старопольского края, с губернатором Старопольского края. В 10 утра документы. Каждый день очень много исходящей и входящей документации. Как правило, документы на подписание уходят целый час. И так каждый день. В 11 прием граждан. Прием ведем в поселке Иноземцево и в самом городе Железноводске. Каждый вторник два раза. Два вторника это Железноводск, два вторника Иноземцево. Потому что численность жителей примерно равна. В городе 25, а в Иноземцево 27 тысяч. За час обычного приема удается выслушать и вникнуть в проблему, выслушать порядка 10 человек. В 12 объезд. Города по поступившим обращениям жителей. Система «Умный город» на сайт администрации. В соцсетях обращения, которые я получаю, на свой аккаунт. Выезжаешь на место, смотришь, приглашаешь жителей, которые обращались. Вызываешь старших по многоквартирным домам. Или руководителей Советов территориального общественного управления. И вместе с жителями решаем ту или иную проблему. Так всегда эффективнее, быстрее и нагляднее для всех. Обед, как правило, это осмотр курортного парка, пешком. С обеда это стройки. У нас одновременно ведется несколько строительств. У нас идет благоустройство. Каждый день надо быть на объекте. Два часа мероприятия. В целом работа насыщенная, интересная, трудная. Но видишь результат, который радует жителей, то, конечно, иначе не зря работаешь на этой должности. 15 совещаний по направлениям работы, по конкретным проектам. Это встреча с гостями, встреча с инвесторами, которые происходят регулярно. Потому что любая стройка, любой проект, он требует каждодневного участия, присутствия и решения той или иной проблемы, того или иного вопроса, который возникает. В 16 комитет встреча с подрядчиками могу сказать, что ни одной стройки или объекта благоустройства не было, который шел как по нас. Никогда. Всегда что-то препятствует, всегда что-то не так было запланировано. Какой-то подрядчик подводит. Этим приходится постоянно сталкиваться. В 17 очередное совещание ВКС становится все проще решать и обсуждать те или иные вопросы. И самое важное, удается больше отсюдить вопросов, используя видеоконференцию. 18. Конец рабочего дня, но день не заканчивается. Общаемся с гражданами в социальных сетях. Стараюсь реагировать на все обращения мгновенно, по мере возможности. Ну а вечером, когда посвободнее, конечно, можно уже подумать, отписать все обращения, получить обратную связь от своих подчиненных и отреагировать на все обращения, которые я получаю в соцсетях. Вконтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке и в Инстаграм. И, наконец-то, в 8 часов очередной конец рабочего дня, он и есть конец рабочего дня. Нужно ехать домой. Поэтому работа главы фактически носит развязной характер. Постоянно необходимо быть в каждом уголке нашего большого города-курорта, смотреть за содержанием, смотреть за состоянием городской инфраструктуры, встречаться с жителями, обсуждать с ними вопросы, которые интересуют и волнуют каждого жителя. Пусть даже вопрос носит сугубо индивидуальный характер, частный характер. Это важно. Важно, чтобы каждый житель чувствовал, что глава доступен, глава услышит и обязательно сделает все, чтобы решить ту или иную проблему. По крайней мере, в какие-то конкретные сроки. Но идти к тому, чтобы все посовершались, мы должны. И мы этим активно и регулярно, каждодневно занимаемся. Субтитры создавал DimaTorzok